Дорогие братья и сестры, как вы уже знаете, мы на библейском портале Экзеген беседуем о старцах, о подвижниках благочестия, о тех, кто являет образ Христа в своей жизни, то есть не просто рассуждает о Христе, а действительно живет жизнью во Христе. И для нас дорог опыт людей, которые лично соприкасались с подвижниками благочестия, те, кто лично с ними общались, перенимали драгоценный духовный опыт. И сегодня у нас большая радость. Сегодня мы беседуем с Владыкой Пантелеймоном, главой синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Владыка, мы на самом деле очень рады, что вы выделили нам хотя бы немножко времени. И почему мы рады? Потому что вы все-таки прошли такой очень особый путь. Это ведь было и советское время, когда и гонения. И вы были священником еще даже женатым и прошли такой путь. То есть вы как бы представляете и путь приходского священника, вначале путь мирянина, затем путь приходского священника, затем уже в монашестве и как епископ уже. То есть все степени прошли. И для нас вот особенно важно, что вы общались со многими духовными, на самом деле святыми людьми. И сегодня Владыка расскажет нам об одном из самых великих и в какой-то мере загадочных старцев, прозорливых старцев. Он расскажет про отца Павла Троицкого, который вынужден был долгое время жить отшельником, скрывать свое настоящее имя, содержать себя в тайне от большинства людей и общаться через письма со своими духовными чадами. Вот могли бы вы нам рассказать, как именно у вас состоялась такая духовная встреча и что вы извлекли благодаря этому общению? Надо сказать, батюшка, что мой путь начался не с православного мирянина, а начался с безбожника, с человека очень далекого от церкви, от человека, у которого было другое представление о нравственности, о общей жизни. С этого начался мой путь. И когда Господь меня призвал, дал мне веру, то, конечно, я очень хотел встретить человека, который бы руководил моей жизнью. Человек, который бы знал волю Божию. У кого, может, было бы спросить что-то и быть уверенным, что то, что он говорит, это от Бога, надо это исполнять обязательно. И слава Богу, что таких людей Господь мне посылал. И, конечно, самый главный такой встречи, которая определила мою жизнь дальнейшую и помогла мне пережить страшное горе, потери жены, была, конечно, переписка с отцом Павлом Троицким. О нем я узнал от отца Владимира. От отца Владимира Воробьева. Если у меня есть несколько десятков писем отца Павла, то отца Владимира больше сотней. И он, конечно, с отцом Павлом общался гораздо более глубоко и долго, чем я. И я сначала получал от него какие-то ответы на свои вопросы. Мы когда с отцом Владимира познакомились, то он мне через какое-то время сказал, что если у меня есть какие-то недоумения, если есть какие-то проблемы, то можно спросить у одного старца, имени которого мне назвать не может. Но если что-то старец скажет, надо будет обязательно выполнять. Иначе будет мне как-то не очень хорошо. Ну иначе зачем и спрашивать, если не выполнять то, что тебе скажут. Но я, конечно, с радостью согласился. И сначала он мне не говорил ни как зовут этого старца, ничего про него не рассказывал. Я помню, задал какие-то вопросы. А, я вот что сделал. Я сразу решил написать ему старцу письмо, принес отцу Владимира, кто туда письмо написал. Он улыбнулся и сказал, что писать отцу Павлу без разрешения нельзя. Это надо спрашивать у него разрешение. Можешь что-то спросить у него, не называя тогда еще по имени. Только потом уже мне уже рассказал, назвал имя этого старца и просил меня, чтобы я об этом никому не рассказывал. И я об этом никому не говорил. Потом уже отец Павел разрешил сказать об этом моим детям, моей жене. Но мы никогда никому об этом не говорили. Таким образом, я через отца Владимира с ним познакомился. Какое-то время отец Павел отвечал в письмах отцу Владимиру на мои вопросы. А через какое-то время уже разрешил мне написать ему письмо. И с тех пор вот эти письма я получал в течение нескольких лет, которые определили мою жизнь и помогли мне пережить вот такое трудное время для меня. Владыка, а вот, может быть, вы поделитесь, с какими вопросами вы обращались? Может быть, какие-то проблемы, которые тогда существенно так вот подступали, и вы именно через отца Павла решили? Ну, первый был у меня вопрос. Я когда стал священником, то уже после принятия сана стал очень переживать, что я не достоин этого служения священнического. И очень как-то смущало меня это, потому что я крестился уже взрослым, конечно, и до крещения моя жизнь, она была такой, ну, жизнью советского юноши. Я служил в армии, был в пионерах, был в комсомоле, там, в Бога я не верил. Очень меня смущало то, что вот моя жизнь была не изначало такой, посвященной Богу. На этот вопрос меня, я с Павелой ответил тогда. Потом меня, я к этому времени был священником, меня очень интересовало, как мне быть с людьми, которые ко мне обращались за разными советами. Правильно было, кстати, на совершение брака, приходили с какими-то тяжелыми грехами, спрашивали, задавали вопросы какие-то. Все это я спрашивал у отца Павла, как воспитывать детей. Тоже отец Павел очень здесь помогал. И такие вопросы духовные. На что вот он особенно обращал внимание? Или там, скажем, воспитание детей, да, или, ну, вообще, в плане советов духовной жизни. Вот, может быть, что-то особенно там запомнилось? Ну, его письма были очень простыми и были очень конкретными. Очень конкретно он писал. Волю Божию, там, вам можно поехать в отпуск, там, куда-то. Можно ребенка перевезти в другую школу. Вот этих людей ты у себя дома не принимай, например. Или есть воля Божия таким-то вступить в брак, скажем. Как поститься там? Как молиться? Какие молитвы читать? Какие книги читать? Читай такие-то книги. Вот молись там так-то. При совершении литургии там не спеши. Или когда я совершал какую-то проступок, какой-то случался у меня, я исповедовался в этих письмах иногда, какой-то, может быть, грех. Я об этом тоже писал отца Павла. Там надо сделать то-то и то. В этом случае нужно идти к архиерею и просить прощения за сделанный об этом какой-то проступок. Надо обязательно разрешение архиерея. Как-то так. Да, то есть иногда он и строгость проявлял. Очень строгий. Очень. Каждое письмо отца Павла для нас было как откровение какой-то воли Божией. Мы каждое письмо открывали, как вот был такой суд такой. И иногда были письма, где очень строго. Ты священник, сколько ты служишь, и ты этого не знаешь, там три восклицательных знака, три упростителя, так подчеркнуто. Ты плохо учат в ваших семинариях там восклицательных знаков. Нет, было очень страшно. Было очень страшно получать письмо, потому что я никогда не знал, как он там что-то тебе ответит, отец Павел. Ну, можно было предположить? Иногда письма были очень ласковые, а иногда очень были строгие, суровые такие. Конечно. Нет, вообще, он был очень такой, ну, строгость у старцев, она необходимое качество. А как же без этого, конечно? Ну, конечно, ведь там же проявлялась явная такая прозорливость еще через отца Павла, так ведь? Об этом... Многие свидетельствовали об этом, и отец Дмитрий Смирнов, покойный вот отец Владимир Воробьев, и вы уже рассказывали. Вот такой случай, да, вот, например, вот отец Владимир рассказывает. Отец Павел жил где-то в Тверской области, мы не знали, где он живет, письма привозили наручные, переезжали его какие-то знакомые, отдавали письма Огриппине Николаевне, их никто не видел никогда. И потом уже она отдавала нам эти письма. И вот ей звонили, говорили, что будет оказия, можно будет передать письмо отцу Павлу. Звонили, скажем, вечером. Вечером звонят отцу Владимиру, и говорят, батюшка, завтра будет, приедут, и можно будет передать письмо. Отец Владимир вечером садится писать письмо отцу Павлу с вопросами. В то время, как он пишет письмо, люди едут с письмом отца Павла, написанным уже в Москву. Отец Владимир приходит к Огриппине Николаевне, отдает ей свое письмо, и она отдает ему письмо, присланное отцом Павлом. И в этом письме, написанном до того, как он написал свое, ответы на все его вопросы. Вот у меня среди письм есть одно письмо, там даже написано, что я получил ответы на неотправленное письмо. То есть я письмо написал, но не отправил. И получил ответы в письме, который отец Павел прислал. Были случаи, когда отец Павел что-то говорил, что еще не случилось. Когда отца Владимира там рукополагали, он заранее уже написал, что будет рукоположение. Когда сын отца Всеволода попал под машину, он перед этим написал, что ножка болит, головка болит, но это пройдет, ничего. У меня были случаи с моей дочерью. У меня одна из моих дочерей, очень живая девочка. Она не всегда хорошо училась и не всегда хорошо себя вела. И как-то я получил письмо от отца Павла, где было написано, что вот не очень хорошо получается у нее с учебой, сестричке, помогите ей. Ну что ж, четверть перечеркнута и стоит двойка. Я ее зову, показываю письмо, говорю, что это значит. Она приносит свой портфельчик, ранится, вынимает тетрадку, тетрадка вся перечеркнута и стоит двойка. Мы иногда наказывали, сажали в чуланчик такой, у нас был, ну там свет горел, там ничего не было, не страшно было, но было неприятно. И отец Павел пишет, что вот ты веди себя получше, что с ферем сидишь в этом чуланчике как-то. Мы об этом не писали, отец Павел. То есть он даже прозревал такие вещи вполне земные. Ну мелочи какие-то. Или вот, например, случай. Мы когда служили вместе, то отец Павел очень часто писал, служили очень хорошо, замечательную проповедь сказал там отец Владимир, там пели очень хорошо, хотя не стройно, но главное молитвенно, там какие-то такие заметочки писал. И однажды написал один мальчик, у отца Владимира сын, он сейчас священник, отец Иван Воробьев, только свечу нужно держать ровно. Она у него все время была там неровно, он написал ему. Другой раз он написал, что служба была все хорошо, тоже какие-то были комментарии по поводу службы, только Ваня что-то все время делал руками. Никто не видел, что делал Ваня руками. У него спрашивают, Ваня, ты что-то делал? Он говорит, я вот так вот делал. Отец Павел заметил и сделал ему замечание. Получается, что отец Павел он даже духом своим присутствовал на таких литургиях и прозревал, прозревал ваши... Он прозревал, тогда отец Владимир помогал устройству приходской жизни в кузнецах. И отец Павел писал очень часто о том, что происходило в кузнецах, что с вишницы там свечи воровали, куда-то прятали, то еще какие-то такие детали, он замечал тоже, об этом говорил. Писал, что он больше времени проводит там, чем у себя. И когда отец Севолод еще был жив, есть письма, которые он писал отцу Севолоду, они опубликованы, эти письма. И в этих письмах он отмечал его проповеди, слушал их, писал даже, что он сослужил отцу Севолоду во время литургии, к духам как-то. А было одно, одно письмо было такое, что когда Севолод уже скончался, он написал, что они на литургии были вместе с отцом Севолодом. То есть отец Павел, живущий в Тверской области, где-то в деревне, и отец Севолод, который уже отошел ко Господу, он написал, что мы были вместе на литургии. Это вот вместе с вами где-то, да? Вместе с нами, да. На соборном служении. Видимо, потому что люди, которые уже причастны к благодати Божией, они... Да, да. Дмитрий Смирнов, отец Владимир Воробьев, отец Александр Салтыков, отец Валентин Асмус, матушка Юлианея, вот нынешняя игуменья Зачайского монастыря. Он же ее спас от неудачного замужества. Вы знаете эту историю тоже, нет? Нет. Ну, вот вы ничего не знаете. Замечательная совершенно история. Надо бы ее спросить, она может рассказать. Она... Эта история опубликована. Она об этом написала. Как у нее был жених, и отец Павел как-то она не стала спрашивать благословения у него, а просто решилась на этот брак. Духовник благословил, и родители были не против. И когда она об этом писала отцу Павлу, на самом деле отец Павел был очень смиренным и никогда не вмешивался. Если не спрашивали, он никогда ничего не говорил. Ну, как-то... Не всегда говорил. Ну, иногда предупреждал, может, о чем-то, не знаю. И она не стала у него спрашивать, а просто написала, что духовник благословил, родители благословили на брак ее. И он ей написал так. Ну, благословили как-то так. но как-то очень было понятно что там как не очень нравится она очень сомневалась написать спросить его еще раз без боли не надо спрашивать он уже написал но на спросил он и не благоставил на замужество и чек за которым хотел выйти замуж в дальнейшем выяснил что он немножко психически нездоровым немножко странным и она теперь каждый день в день у него было сшито платье теперь в день навсегда служит благодарственной молитвы то есть отец павел он как-то вот людей очень хорошо знал пишем о ком-то каком-то человеке он пишет стоит ли с ним общаться стоит ли ему доверять как-то эту какую-то характеристику не один бачки из хороший который очень много критиковал других священников и я когда в этом написал отцу павлу не говоря об этом священники а просто что вот говорят что вот мне сказали что он связан с органами каким-то там самый знаете какой-то там архиерей и отец павел написала сам то он что любит кататься на красивой машине вкусно покушать а сам то он любит это как красиво какие-то одежды зачем он осуждает других не знаю этого человека совершенно действительно машины есть он любил хорошо покушать любил очень прокатиться хорошо как получается что видите владыка вы уже с ним познакомились когда у отца павла у него уже столько даров божьих в нем просияло конечно у многих возникает вопрос почему он так вот держался в тени до вывозы исключая какое-то отличное общение только через письма общаясь с чем это было связано это было связано верно с тем что он из лагеря освободился каким-то нелегальным образом такие были случаи когда умирал какой-то скажем заключенный и под его именем выходил на свободу другой то есть вот умирал какой-то заключенный по уголовной статье скажем там был в лагере да и а его хоронили под именем ска похоронили под именем отца павла то что есть справка о том что номер в лагере а он вышел по каким-то другим именем из тюрьмы и поэтому он не мог выйти так сказать на такое служение открытое может каким-то другим причинам он жил отшельником и его святой имя которого носила преподобный павел фивейский он тоже прожил в отшельничестве всю свою жизнь поэтому как-то вот такой подвиг у него был отшельнический но очень многое сделал то что мы сделали сейчас мне кажется и по стг и вот служение социальные наш вот храм больничные и больницы наши и училище стер милосердия скажем это что сделал отец дмитрий скажем смирнов это что сделал мачку ли они своим монастырем мы считаем что все по молитвам кашатся павла насколько я знаю отец владимир воробьев он как раз собирал много сведений в два докажем у отца владимир спросить он так расскажет об отце павле так замечательно так хорошо что я конечно нет но нам дорог опыт каждого человека который общался с ним и известно что отец павел троицкий он был из духовной семьи отец священник и тоже вот у него один брат был даже епископом другой тоже священником и все они прошли через лагеря через ссылки и вот сам отец павел троицкий причем вначале он я так понял он в даниловом монастыре он учил семинаре участвовал военной в первой мировой войне был призван есть фотографии его с военной военной форме такая сохранилась по моему там было интендантские войска то есть обжение снабжение потом ушел данил в монастырь он жил за ним монастыре в жил в одной келье с будущим митрополитом сергием который потом уехал в прибалтику и там погиб каким-то неизвестным непонятным образом они были в одной келье с ним в монастыре там или было очень длинная и они читали вместе канон с этим своим сарс вместе жившим соседом тоже был данил монастыря да и потом уехал в ссылку и под после того кого вышел из ссылки он скитался по разным городам часто менял место проживания своего тогда уже обладал какими-то удивительными дарами агриппин николам рассказывал что вдруг он говорил переезжай в другое место как чувство какую-то опасность тоже тогда могли его арестовать и перепи переезжал в другое место и тогда уже он отличался таким знанием воли божьей агриппин николами рассказывал что однажды ему какая-то женщина пожертвовала подарила какую-то банку с грибами что ли по моему и над этими грибами наколдовала как потом призналась и отец павел очень так грозно сказал куда нужно деть эту банку да и уже выбросить я уж не буду упоминать название этого места общего пользу в общем так очень их немощем мало народу ходила на исповедь тогда когда пинок он говорил потому что он очень строгий духовник и он очень строго воспитывал агриппин николаевна тоже замечательная история она рассказывала как он учил ее послушанию они жили рядом с рекой в ссылке зимой 40 градусов там она ходила за водой на прорубь да и он и сказал чтобы переносила среди только по пол ведра но нужно по пол ведра носить она полное ведро при два полных ведра принесла сказал пойди теперь отлить обратно половину ведра она пошла отлила обратно и он и так воспитывал до конца жизни агриппина николаевна такая был очень живой характер был очень у нее она очень замечательный плачек тоже святой конечно я думаю очень праведный но при этом вот он как-то смирял до конца жизни агриппина николаевна насколько я знаю ее как раз от благословили тоже с данилова монастыря до поехать за отцом павлом она ждала специально поезд на котором должны были да она и везли же на разных поездах отца павла тогда пересаживали до пересаживали прицепляли к обычным поездам вагон этот и она в каждом городе находила себе ночлег однажды она пришла не могла найти ночлега для себя нигде в городе и зашла в какой-то дом в котором всю ночь был какой-то шум музыка оказался вопрос публичный дом где ночевала и она осталась там цела молитвен отца павла она передала ему крестик свой у нее не было крестами и сняли при обыске и он вернул и обратно он был золотой крестикал меня за него тут убьют и она ехала за ним до места где нужно было уже ехать на лошадях и когда конвоиру не заходили посадить ее в сани она побежала бегом за ними по этому снегу по по бездорожью они тогда сжали с отцом павлом везли девушек ну в кавычках девушек которых из москвы за нехорошее поведение выслали и они уговорили конвоиров чтобы они пожалели агриппина николаевна взяли в сани и она села с ними поехала всего сопровождал отца павла и без нее он бы не выжил там там когда в ссылках священнослужителей когда оставались одни они очень часто погибали потому что очень трудно было одному и выжить и трудно было очень они жили в комнате перегороженной занавесочкой она однажды спасла его от смерти пришел милиционер киргиз или казах и уши с не помню и стал требовать денег и вытащил пистолет и стрельнул отца павла и она встала между ним и этим милиционером отвела руку милиционер и пуля задела и кожу головы кровь пошла большая очень отец павел и строго сказал кто тебя был цел зачем ты это сделал он и не поблагодарил скажем так строгую сказку она спасла его тогда конечно агриппина николаевна точно было замечательно вот это да я конечно особенно чему поражал что с самого начала когда только и только отправляли и вот этот вагон только одному поезду подсоединяли туда раз выходила специально станция смотреть смотрел и заскакивала вот в эти поезда ведь тоже так ну как заскочить до она говоришь очень было радостное время как на пасху очень радостно ехать с отцом павлом вместе когда человек совершает такой подвиг то он получает особую благодать и особую радость конечно и она как раз и привозила письма ну я знаю что и не всегда она но нет привозили письму люди которые жили с отцом павлом вместе там он жил какой-то хозяйки очевидные были то ли муж и жена то ли брат и сестра какие два человека они привозили тебе но их никто не видел их видел только агриппина николаевна как я вот понял почему он уже так держал себя в такой тайне потому что это столь 43 то ли 44 год когда до ссылки был и он трудился при медсанчасти от других освободили так как трудов потому что он и инвалид был и в общем вдруг неожиданно в документах как будто он умер какой-то номер и получается так что но это вот благодаря вот исследованию отца владимира дороги его что это кого-то похоронили под его именем а он уже вышел тоже по другим именем поэтому ему нельзя было себя выдавать вроде бы тогда с прежним именем но наверное здесь был еще такой духовный как наверно подвиг что он вел отец павел он не хотел чтобы о нем кто-то знал есть люди святые есть которые просили до их смерти ничего про них не говорить и после смерти открывались чудеса открывались их святость открывалась отец павел и после смерти хочет остаться неизвестным его не причислили глюк святых место погребения неизвестно он и после смерти своей не хочет чтобы о нем как-то знали его почитали как нам кажется так и он когда умирал тонн как говорил перед смертью никогда умирал еще какое-то время до смерти он сказал что он хочет умереть как сотни тысяч людей которые погибли в это страшное время тогда он сам для себя выбрал это какой-то путь и сам себя он не считал никем конечно хотя он знал волю божию но всегда писал кто мы такие с тобой с большим очень смирением и никогда не вмешивался когда кто-то что-то благословлял никогда ничего не говорил здесь и конечно удивительно его вот такой вот кротость его и смирение вместе со строгостью и любовью такой святой конечно человек и ведь вы были первым кому сказали о его кончине я служил литургию в субботу и во время произнесения заупокойной ектеньи к двери алтаря подошла женщина молодая которая жила с агриппин николаевна маргарита михайловна и сказала агриппин николаевна просила вам срочно передать записку и перелом и записку который ее рукой магарит михайловна было написано что отец павел как там было сказано приказал долго жить как-то так по моему и я тут же на литургии помянул его первый раз упокой а после этой литургии послужили мы первый раз панихиду я уже назвал его иеромонахом павлом вслух мы не называли вы имя никому не говорили когда спрашивали люди которых у нас поведались мы говорим что есть такой старец можно у него спросить если хотите они когда разрешали мы что-то спрашивали для них никогда имя его не называли и наши дети тоже молчали ничего не говорили про него никому и после этого уже позвонил отцу владимир он этот день не служил и сказал так мол и так вот мне передали записку от грины николаевны что отец павел отошел к господу и я упомянул послужили панихиду очень расстроился и был недоволен что я послужил панихиду потому что мы может это как-то ошибка какая-то было но потом нужно уточнила грибина николаевна и в этот день вечером это было 9 9 ноября в этот день вечера мы уже собрались никого кузинском храме отец дмитрий приехал отец валентина тесла димир отец александр салтыков и мы первый раз уже вместе послужили собор на панихиду и начиная с этого дня отчитать мы 6 теперь ноября всегда собираемся в память об отце павле в никого кузинском храме и там тоже вместе молимся и упоминаем его владыка ну конечно когда узнаешь от про таких святых людей то тут и и удивляешься с одной стороны да и с другой стороны воды думаешь а почему все таки вот не все сподобляются таких такой прозорливость то что просто тут уникальная какая-то прозорливость что еще начни написала этот вопрос а уж и приходит ответу и господь уже открывает что вот в чем причина такой святости таких даров если можно вообще как-то ответить на этот вопрос но грибин клана рассказывает что отец павел вот когда был в ссылке он там встретился с одним тоже священ иноком каким-то и вот я не помню кто это был и романах может быть или гумен и они всю ночь ним беседовали о том как узнавать волю божию и якобы после этого отец павел стал часто говорить волю божию такая ли у божи такая я не думаю что есть какой-то секрет который может так вот в разговоре выяснить но я думаю что застрадание который он претерпел в ссылках за верность христу потому что он никого не выдал никого не предал никого не заложил там скажем за и молился прощал его же взяли по доносу одного епископа имя которого не хочу называть но которого даже хотели тоже в одно время причислик святых за его страдания тоже в лагере но он был такой на сетке как говорили то есть был агентом кгб еще с двадцатых годов и он тем не менее все таки вот сохранил и любовь к этим людям проще прощал их наверное и вот это вот страдание его конечно его молитву он все время пребывал в молитве он жил в отшельником служил литургию молился и в этой вот на во время великого поста он на письма час не отвечал даже и трудился друг друг до кончины своей вот тоже писать письма тоже был для не очень трудно он писал письмо я не перечитывал письма не уже трудно писал не знаю поймешь ли что я написал там и видно было что он очень сложно было писать но совершал свое служение все-таки очень так мужественно и ревностно и такая верность богу конечно вера очень сильная вера была у него владыка вот когда же он вышел да это тверские места и и встречается надо название кувшинного да совершенно верно и оттуда вот однажды было одно письмо где было который был послан на телеграмма была посланцу в селду когда он был ему надо было делать операцию и очень переживали за него пришла телеграмма где исполнился все будет хорошо она как раз была по моему с адрес с печатью этого самого кувшинного как ему удавалось там совершать литургию ведь это же надо было все в тайне он служил он служил до служил на сосудах таких не сосудах а стеклянные там рюмки каком-то какой был сосуд такой очень простой была теме из какой-то него там наверное и как вот отец глеб служил скажем есть же рассказ его тоже матушку ли они и про то как он совершал литургию отец глеб калида отец глеб калида совершенно верно конечно это было так все попроще то есть необходимо было скрывать от скрывать областей и чтобы не облачение не с не сосудов не могли увидеть и при этом в своем служении он прозревал и ваше служить них да ну вот он просто как-то конечно очень помогал тогда помогал очень ну вот мне конечно чисто по-человечески обидно что получается такой вот святой который превосходит может быть многих других святых двадцатого века и он вдруг оказывается в каком-то забвении и даже кто-то иногда встречаются такие мнения что может быть его и вообще там и и не было потому что его никто не видела просто какие-то письма кто-то приносил они это глупость просто который не выдерживать никакой критики это просто ну как вот или некоторые люди в бога же не верят и убеждают в этом других что нет никакого бога а со святыми тоже очень много про вот святого про павла фивейского тоже был товар такое мнение что его не было на самом деле а кто есть почитать про марию египетскую разве можно это поверить что она за день там прошла расстояние которое там а возозима шел там сколько недель поверить поэтому конечно очень понятно что эти люди ну просто ну конечно не могут в это поверить понятно это жалко только что они придумывают какую-то теорию совершенно глупую что как бы какая-то операция агриппина николаевна жила в доме у отца всеволода эти все получали тогда письма от отца павла как она могла живя в доме отца всеволода писать ему какие-то письма будем в переписке от лица отца павла ну как причем там не одно письмо там несколько десяток этих писем в тайне она где-то их писала что или как из кгб приносили кгб была операция кгб отец дмитрий смирнов покойный царство ему небесное однажды был вызван по телефону на встречу сотрудникам кгб встреча была на станции метро площадь революции и его там встретил какой-то сотрудник очень с ним побеседовал вот хорошо и предложил сотрудничество и сказать дмитрий ну вы хотите он служил в каком-то малюсеньком храме который находился ровно на противоположном конце москвы он жил в одном месте а храм был ровно на противоположном месте малюсенький храм во время литургии когда люди причащались отец дмитрий просил чтобы перемещались все вместе как вот лежат мигранты там на полу пирать все на один или арестанты над вместе на один боку все тушнее пройти было нельзя на 2 вот они так вот крути иначе чаш нельзя было подойти ему говорят назначим вас хороший храм за границу поедете мы патриоты мы тоже за выражение россии мы не против церкви мы очень хотим чтобы у нас возрождалась вера это были это было еще до тысячелетия крещения руси по моему давайте будем сами сотрудничать вот как вы как то давайте как-то и отец дмитрий подумал а может быть действительно стоит согласиться и получил письмо от отца павла это дьявол отец павел написал что кгб значит так вот хитро придумала для чего не совсем понятно все таки и потом что это за идея была у кгб таким образом дурить глупых попов как считают вот некоторые так сказать критики того хулите ли может хотят запал для чего и как они могли как мы как могу как бы узнать что улюши в портфеле лежит тетрадь перечеркнута и там стоит двойка ну то что сужает и в этот самый в чуланчик нужно узнать но про эту двойку как как они могли синициировать получение написания отца владимира письма и год приготовить ответ на него еще не написано письмо это просто глупость это значит просто неверие нам ну хорошо я дура я глупый немощной грешный человек ну хорошо ну ну а те дмитрий всеми уважаемый все-таки священник отец владимир воробьев ректор православного сети вот что он как он кандидат математических наук окончил мг у меня уже не дурак нельзя назвать его дураком но никак отец сел шпиллер и вот тоже то есть вот всех нас обдурила какая-то женщина агент кгб агриппина николаевна ну ну просто не знаю вот не зная этих людей не зная гриппину николаевну не имея не имея этих писем не 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 будучи свидетельства что происходит конечно можно это не поверить но придумать какую-то гипотезу причем ну гипотеза даже на чем-то основываться на чем он основывается какие факты у них есть и причем они же ничего не спрашивали придумали просто оправдать свое неверие то что были такие что есть такие святые в наше время наверное просто видимо людям мира сего тяжело понять как это так вот что духом святым открываются такие вещи и такая прозорливость удивительная ну семена в богослов пишет же о том что чек который считает что нельзя жить в этой благодать он хулитель бога мы грешные конечно и мы так не можем жить но есть такая святость и в наше время она есть тоже и сейчас народ есть такие старт просто неведомые миру к ним многие люди конечно когда вы слышат про святых про прозорливых наших дней они тут же задают вопрос а предсказывали они что-то вот о будущем рассказывали конечно вот отец павел трой вот моя жена она очень смущалась очень боялась тем что настанут времена гонений такие трудно еще времена тиспанта да конечно это будет он писал все это будет и гони не ну не гони будут ну там какие-то будут всякие потрясения всякие но а чужина боится нами же бог вот чуж бояться на него то есть как-то очень спокойно ответил на на ее такие всякие недоумения в страхе моей жены но я не привелось она скончалась умерла и умерла тоже очень как-то удивительно по этому молитву отца палом после кончина получил от него письмо где написал что я матушка была замечательной что она себя молится и когда мне отдали мой больничный когда нам разрешили служить в больничном храме он написал все твоя матушка то себе ходатайствует она обещала перед смертью что если умрет то храм нам отдадут вот посвятить социапала его и и молитвами открылся больничный храм тогда я получил утешение в этом конечно большую так она даже сказала что когда я перейду туда-то да тебе отдадут храм так она сказала ну да и одесса павел потом подтвердил написал что все твоя матушка с тебя ходатайствует вот это да все мама что же окажется была причастна в какой степени святости я правда этого не понимал когда она жила не замечаем святость которая находится рядом святой преподобный поисий которая тоже как-то беседовал имел через счастье с ним побеседовать однажды он где-то писал что перед святым никто не идет и не звонит кулакольчик и когда господь ходил по земле я не знаю что тоже не все его узнавали они все понимали кто он такой это с поисим святогородцем да и вам удалось с ним общаться слава богу да это уже не знал что он поисим я не знал какой он святой тогда когда с ним общался но это был последнее его лето когда он жил на афоне мы с ним там поговорили может быть приоткроете что он сказал ну у меня был тогда вопрос моя когда служил в больнице и мы хотели в больнице сделать что-то вроде марф маринской обители на территории больниц нам отдали один корпус и мы хотели в этом корпусе сделать такое общежитие для полумонашеское такое что ли общежитие так вот попросту говоря и не знали стоит это делать или не стоит я когда приехал на афон я не знал что там есть такой старик замечательный у нас не было его трудов но не было ничего известно про него парафон то я плохо понимал что это такое и мне удалось поехать туда слава богу и когда мне сказали что ты здесь самый великий старец это старец поисий я нашел келью его подошел к его келью он стоял около там такой плетень небольшой заборчик такой у него кукле и с кем-то беседовал с какими двумя молодыми людьми и один здесь немножко говорил по-английски и когда он закончил с ним беседу я к нему подошел и задам этот вопрос ему этот грек этот который знал немножко английский перевел мой вопрос он сказал что нет это у католиков вместе монастырь и социальную и больница у нас или больница или монастырь должен быть отдельно это все и мы тогда решили этого не делать и как пошли в другом пути а уже потом я уж почитал его творение старца поисий и понял что я конечно надо может еще чем спросить такого великого святого но тоже такой стоит ставится такой стоит у деду монах обычно никак ничем не отличается действительно кто там не звонит в кулакольчик и свет никакого судья не увидел монах себе монах такой какой совершенно незаметный владыка и вы стараетесь и вот и по жизни вот искать таких людей сейчас уже не стараюсь сейчас уже не стараюсь а когда я был молодой конечно я я сейчас то мало что понимал тогда тоже совсем ничего не понимал и конечно старался как мне очень повезло тоже в начале когда крестился у меня был один знакомый который съездил к отцу тавриону батоскому и приехал тогда от него и сказал что есть такое живое православие живое православие в москве тогда в храмах все было такое знаете но не то чтобы мертвое но такое знаете полу такое живое и вот я поехал так к отцу тавриону видел это живое православие это был такой начал моей такой христианской жизни и впоследствии вот отец павел конечно очень мне помог очень помог конечно трудный был время смерть жены был так тяжело все было переживать конечно это очень была большая поддержка для меня чтобы вы посоветовали нам и и вообще всем кто слышит нас смотрит нашу беседу вот отталкиваясь вот наставлений отца павла троицкого от советов которые он давал вы же все таки почувствовали его дух его до в дух его жизни вот отталкиваясь от этого духа или восприняв этот дух же чтобы вы посоветовали христианам нашего времени ну вы знаете я конечно очень грешный и очень виноватый потому что я иногда перечитываю письма отца павла и понимаю что когда их получил я не все там понял и поэтому к сожалению вот имея вот такой пример удивительный я даже тогда думал в начале моего пути у меня бывали иногда сомнения такие вере бывали сомнения хотя бы уже священником и один из моих доводов был такой что если есть отец павел значит конечно есть и бог и тем не менее все таки я очень виноват что я не все исполнял и не все понимал что он не писал и спрашивал может не то что надо спрашивать наверно него тогда а если говорить о том что вот из этого понятно я думаю что надо жить в живом общении с богом постоянном живом общении с богом не соблюдать какие-то ну она выражает в каких-то формах но все-таки главные не эти формы главное вот это живое общение с богом обращенность к нему в молитве в чтении его слов в чтении рассказов о жизни святых людей вот это живое общение с богом она должна быть обязательно и конечно должна быть такая бескомпромиссная бескомпромиссная борьба со злом внутри тебя то есть нельзя соглашаться на помыслы на следить за этим нужно обязательно и конечно же должна быть должен отвержение духа этого мира должен очень большая строгость христианской жизни сейчас очень часто знаете такой клайк христианство так сказать там еще же такое знаете ну ничего сейчас такое время допустим это допустим и это допустим и там пятое-десятое вот это конечно отступала было совершенно не близко он не был формалистом ни в коем случае но вот такая строгость и несогласие с духом этого мира конечно было у него очень сильная и он так вот нас как-то так так нам писал тоже об этом это тоже очень важно иногда такое искушение бывает поступает ну допустим какие там или помыслу там или еще какие тут немощи слабости ты думаешь вот или вот отвергнуть или ну ладно там уступлю себе в этом потому что потом все равно как бы ну из исповедуешь тебе отпустится это на исповеди и получается что живем в таком как полу расслабленном состоянии понимаю что ну точнее обманывая себя что есть постоянная снисходительность но в итоге мы вредим сами себе вот как быть в такой ситуации нет ну конечно нужно признавать свою немощь это очень важно тоже и не не надо надеяться на себя это тоже как-то понятно потому что отец павел такой величайший все-таки святой он себя читал за ничто и верил вот в силу божию они в свои какие-то способности и силы не то что я что-то исполнил и теперь за это я так сказать что-то получил конечно чтобы я не сделал я все равно остаюсь ничем вот это тоже очень важно поэтому это признание своей немощи с одной стороны а с другой стороны еще раз повторяю что должен какая-то четкая граница что вот чего-то нельзя никогда нельзя переступать эту границу ни в коем случае и вот эту границу каждый должен провести в своей жизни и следить за тем чтобы не перед ними не переступать их немощь это немножко другое это немощь человеческая она у всех у нас есть она но это немощь не это не греховная немощь но это усталость это ну там не все я могу выполнить все могу сделать это немножко другое но вот на чего-то все-таки нельзя нельзя чего-то допускать а все-таки вот какая основная добродетели отца павла какая была если посмотреть его письма да я думаю что это мужественное стояние вере но это не только письма и вот его его жизни это же такое может очень состояние в вере бескомпромиссная какая-то верность христу он живут исканием этой воли божией вот это вот искание вот это вот искание воли божия наверно очень важный такой качество наверно и как-то ищет ее то там он открывается на не открывается чеку которую хочет под себя выстроить сохраняя свои мечты свои планы какие-то воля божия она требует полного отречения какого-то от себя и в нем конечно было это было опасно было послушание это воли божия в нем самом она была тогда она открывается когда чек жертвует собой мы обычно живем иллюзии с нам кажется что вот хорошо будет если я выберу вот это и человек кидаются к вымышленным каким-то вот этим целям своим старается их достичь а если он узнает что воля божия она другая то он пугается не понимает что как раз воля божия она приведет к подлинному благу может быть поэтому тоже можно открывается а те кто не исполняли волю божию открывавшись через отца павла им и наказание какие-то печальная была судьба у некоторых людей конечно одного священника знаю как сейчас женщина на покойным же которая вышла замуж не послушавшись отца павла печальный влачный исход ты замужества хотя она была талантлива очень не были таланты но вот кончилось очень плохо у них конечно конечно таким людьми теперь стал просто общаться очень строго как-то отсекал людей которые вот не доверялись его руководству он не требовал никогда этого он так написал воля божия такая это ты делай как хочешь ну конечно мы не дерзали ослушаться павла конечно вот этого не передать вот это живого общения с ними передать ну да через письма это было живое общение с ним вот наши отношения к нему тогда вот мы собирались вместе почитали письма которые получали но эти стали читал то что можно было прочитать из его письма я свои письма давал почитать и каждый раз для нас это был конечно такой вот откровение который давал нам очень удивительную радость и мы молились о нем конечно и когда совершали вместе литургию знали что он тоже присутствует здесь с нами и ожидали потом каких-то может его замечание по поводу на нашего служения скажу удивительно замечательно было время владыка конечно многие могут задать такой вопрос что вот мы бы сейчас бы с радостью узнали бы волю божью если бы вот видели какого-то тоже рядом такого старца которому можно было прийти и ну зачастую такой это этого нет нет такого здесь есть некое лукавство мне кажется знаете приходит вот какая воля божия я буду волю божия тебе обязательно каждый день читать евангелие ты читаешь я помню не получается волю божия тебя обязательно утром вечером помолиться богу искренне как следует ты молишься не всегда получается больше там молчать ничего не получается но если не получается такой простой чушь тебе про волю божию говорить на самом деле воля божия она открыта же в евангелии мы все ищем каких-то там тайных в думают секретов каких-то откровений но это не секрет что нет его не все написано вот воля божия в евангелии она есть поступай по евангелию и все почитать святых отцов постарайся святым подражать не в их великих подвигах а в смирении в этом смирении в осознании себя грешником вот в служении другим вот в умолении себя перед другими это же доступно каждому человеку не только великому святому тем более нам если мы грешные такие может перед чашей всего я первый грешник ну а только от чаши отходим и об этом же не помню что первый грешник я так сказать имею право там судить рассуждать там делать замечание там еще что-нибудь такое ну куда их годится но еще вот иногда вот такой вопрос возникает вот почему же все-таки именно во время гонения явлены было столько вот удивительных святых то есть и там преподобный серафим вырезки его блаженная матрона московской вот отец павел трое створен отец тренба тура да я отец иоанн крестьянкин замечательный же святого конечно а и сейчас вот ее есть это или просто мы не замечаем или вот сам дух времени не располагает я думаю что может иду я не знаю тайна конечно наверное есть какие то есть подвижники на наше время но 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 все-таки вот без этого подвига нельзя же стяжать дары надо взять крест идти за христом многими скорбями многие скорби ведут в царство небесное в царство божие и надо сказать вот эти люди которых сейчас говорим скажем я сейчас читаю дневники митрополита арсения стадницкого очень интересные дневники очень очень интересный какой-то документ совершенно исключительный он описывает на протяжении десятилетий 2 мант десятилетия свою жизнь и пишет чуть ли не каждый день и там очень много замечаний о людях которые окружают он пишет о патриархе тихоне о митрополите серафиме священно мученики о других мучениках священно мучениках и пишет об их недостатках об их слабостях критически очень к ним относится слава богу что печатают и не 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 у него не убрали это и видно что вот скажем в то время эти люди жили как-то по-другому и открылась вот это их святость в этом как раз мученичестве и понятно когда читаешь его что если бы не было великой октябрьской социалистической социалистической революции простите что так называют переворот ну так привыкну в школе называть его да не было бы и патриаршество у нас не хотел все-таки николай второй мученик царь мученик но как-то не было такого желания у него восстановить патриарше вернее было мы очень боялись что из этого получится и если бы не это не эти события и даже на соборе как-то который уже открылся в перед перед октябрем вот на этом соборе не было единомыслия и только случившиеся вот этот переворот он подвигнул к тому чтобы выбрать патриарха восстановить строить церковной жизни без которого ну но нельзя же церковь было как искажение было этого строя поэтому конечно эти потрясения это сейчас происходит коронавирус и нынешние ситуации все это конечно не случайно был попускает попускает эти испытания для того чтобы чеков как-то подвигнуть к царству божьему на земле же нельзя вечно жить на живем все равно когда-нибудь чем все время думал как на земле устроиться то хотели коммунизм построить прикажем себя хочет коммунизма что не все было что все было хорошо но также не бывает земля же это место где ну надо переживать эти скорби через не через них идти к через эти тернии си к этим звездным небесным целом как-то без этого же нет земной жизни так что не надо ничего бояться надо очень быть бескомпромиссным по отношению ко всему этому ко всей этой лжи который сейчас мир наполнен отец получен не любил всего это политиканство все это лжи лицемерия этого который тогда тоже было в нашей жизни в церковной жизни тоже было то время советской церкви блажь под гнетом безбожной власти этой и конечно это было все очень некрасиво и нехорошо отец павел мало что писал в письмах ко мне об общем состоянии общества и есть некоторые рассказы о себе он бывал у него очень кратко отцу сел больше он писал об этом в письмах там есть очень интересные рассказы его жизнь но даже в моих письмах есть такие места где он пишет что мы не можем себе представить как люди жили раньше что ну вот появился какой-то новый человек создался в результате тех потрясений которые были в 20 века что он писал что не может представить как что такой был царь тогда для нас как вот они уважают какой был строй жизни другой совершенно иной и к сожалению вот этому мы видим современные вот это положение людей ведь мы же вроде свободны и и в церкви можем ходить а сколько людей причается из там сотни человек регулярно сколько ходит в церкви эта свобода которую мы получили она же не привела к тому что люди пришли в церкви обратились богу она привела к тому что пошли грешить свободно и грешить стало намного свободнее чем раньше раньше за валютной операции сажали на 10 лет сейчас пожалуйста занимаюсь этим это бизнес раньше называлось это ложь и обман там не обманешь не продашь но все-таки это считалось нехорошим правда а теперь это же сплошной пиар это же сплошной обман раньше быть богатым считалось некрасиво ну вот я помню себя в детстве но как-то так учили меня все что не богатство же счастье и богатые люди как-то они стеснялись этого богатства они как-то скрывали это сейчас это наоборот читает что это хорошо но и все такое прочее дальше всякие рода всякого рода грехи уж не о них неудобно говорить о том что сейчас совершенно свободно позволяется разрешается раньше это называлось порнографии за это сажали а сейчас это на этом люди делают деньги свободно этим занимаются совершенно вот какое состояние это оператор так просто про оценку наше время поэтому не получен как конечно относился очень так критически к тому состоянии в котором мы находимся сейчас и как-то понимал что не надо обольщаться всеми этими такими кажущимися успехами там еще чем-то самом деле ситуация такая тяжелая мир идет концу показать письмо да вот эта фотография из дела несколько фотографий сохранилась всего вот это письма в конвертах это вот первое письмо я не буду письма показывать мы письма сейчас не можем опубликовать потому что люди которых здесь написано они еще живы а мы писали очень откровенно об этих людях спрашивали о каких-то их недостатках каких-то случаях таких в их жизни разных и они такого исповедального характера но и сами тоже в этих письмах писали о своих грехах вот я просто хочу одно письмо показать вот видите вот одно письмо здесь записано получено 14 27 августа 88 года ответы на вопросы в неотправленном письме то есть вот письмо еще не было отправлено я уже ответ на это письмо получил вот это да просто поразительная такая прозорливость вот дорогой мой отче всех всех поздравляю с праздником успения божией матери какие же мне давать тебе правила вся твоя жизнь здесь правило настоятель твой больной человек ты терпишь от него все чтобы он не говорил а он иногда говорит то чтобы твои уши не слыхали бы притесняет чадом причащаться кстати не разрешал причащаться часто а я как раз письме спрашивал какими уже правила соблюдать чтобы как-то моя жизнь исправилась вот и и староста чертвый человек нужно поставить в известность митрополита ювеналия или его секретаря они нас выгоняли из домика где мы жили куда же всем нам деваться куда же всем вам деваться еще четверо детей хорошо было пожить свой отпуск со своей семьей поехать в оптину пустын спрошу голосовение под топкину пустын полезны всем но как же дети которые учатся их нужно оставить дома на попечении бабушки леночка будет работать это помогал нам женщина 1 и отпуск кончается ударю за заботу об агребе никола вне благодарю за вкусную халву а вот шоколадки лучше детям обратно не посылаю чтобы не обидеть у нее есть кого здесь у нас есть здесь кого угостить но лучше не присылать мы иногда посылали ему что-то вкусненькое так сидишь говорю очень тебя за гребенка николаевна большое дело а за ольгу николаевну сестра ольги никола ольга никола была греха который обречал по очереди с отцом владимиром это большое дело и очень очень нужное почему же у тебя не может быть милосердия хочешь раздражиться воздержись и не раздражайся хочешь обидеться и не обижайся опять побед над врагом а и да я писал что не нацелет запретил проповедовать а щи изволит настоятель если он не хочет ты проповедовал пусть будет так хорошо хотя в праздничные дни разрешат проповедовать да с обидчивостью нужно бороться очень обидчивый человек вообще чем занимается мария петровна чем занимает мария петровна по староста мою матушку матушку софию я всегда молюсь за всю твою семью дорогой отче я хотел у себя дома тоже сделать домовую церковь дорогой очень почему-то пока нет воли божьей тебе уди устраивать домовую церковь ты пишешь что у тебя маловерие в чем же она проявляется в чем что сомневаешься низкий мой поклон матушке софии как она была у отца павла матушка моя она духовник не был отец правил груздев отец павел тоже о нем писал и писал что они тоже старец процесса павла грузин другой совершенно был конечно чекать из вот тут он тоже они ведь вот вспоминает но вот так вот такие письма очень такое характерное тоже письмо и очень какие-то ответы на вопросы и очень краткие какие такие замечания может быть очень такой добрый теплый чувствуется живой человек и внимание живое а может быть еще одно прочитаю еще хорошо какой на выбор любую посмотрите как поздравляю с праздником иногда он пишет эпиграфы перед письмом такие у него бывают поздравляю с праздником там или еще что-то такое поздравляю с праздником покрова престой богородицы дорогой отче прочел твое милое искреннее письмо пиши мне как и пишешь все что пришло на сердце то и пиши все приятно читать видеть всю твою непосредственность господь во всем помогает во всем вразумляет что и как сказать самое главное чтобы в семье всегда был мир любовь друг к другу друг другу помогали каждый стараясь помочь слабому бедная люша не дается ей учение так легко как маша и саша милые сестрички помогите люше разве вам всем приятно что у тетрадь перечеркнуты стоит двойку думаю что нет помогите и объясните чего она еще не не может понять любите друг друга три восклицательных знака спасибо тебе за ласковое любопильное письмо ты дорогой мы много терпишь отцу иоанна настоятель что же делать терпеть всегда что-то нужно и от кого-то христиане так уж так уж сложен такова его судьба спасибо что леночка дает возможность помочь агреби николаевне что леночке даете возможность помочь агребы николаевне ночью иногда нуждается в помощи только чтобы помощь леночки агреби никола ну не была твоей семье уроном леночка добра отзывчивая ласковая к детям ее любят в больнице она сестра милосердия слово милосердие уже 70 лет забыли Теперь снова о нем вспомнили. Низкий мой поклон Матушке Софии, я особенно вспоминаю ее в дни ее ангела, пропил ей многолетие. Мысленно был вместе со всеми вами за столом. Вот, видите, тут пишешь, он был как-то с нами. Мысленно был вместе со всеми вами за столом. Видел всех гостей. Но отец Владимир, как всегда, принимал Елену Борисовну и так далее. Такая участь всех добрых пастырей. У отцов Аркадия и Александра все впереди. Спасибо отче и матушке Софии за все ваши вкусные вещи. Все получено, все очень вкусно. Спасибо Леночке за Белочку, за все ее заботы. Спасибо за посещение отца Даниила. Он нас хотел пойти к отцу Даниилу, который был, отец Даниилу тоже знал его. Был такой батюшка в Донском монастыре. Регент там был. Он мальчиком еще знал отца Павла. Агриппина Николаевна тоже был женат на сестре Агриппины Николаевны, которую за отцом Павлом ухаживала. «Излагай, мой дорогой отец Аркадий, все, что у тебя на душе, в простоте твоего сердца. Храни всех вас Господь, любящего Господа». Ну, тут попадаются какие-то письма такие, где ласковые, а есть такие. Здесь очень добрые письма, очень чувствуется доброе сердце. Так что мы, конечно, очень были каждый раз, когда так перечитываешь даже. Вот, дорогие друзья. И сразу душа теплеет, когда слышим такие письма. Ну вот, хорошо. Какой-нибудь строго еще найти какой-нибудь, да? Может быть, еще прочитаете. Какой-нибудь строго и хорошо найти, чтобы где-нибудь что-нибудь на другую отменять Павел. А, наверное, там следующий был, наверное, такой, она была ласковая, такой был. Какой-то был здесь. Он пишет, что... Сейчас посмотрим. Это 11-й, это я читал 11-й, да? 12-й, может, здесь какой-нибудь строго. Дорогой мой отче, борьба духовного человека со злом всегда очень трудная. Дорогой мой отче, если бы было все легко, то нам не нужно было бы трудиться и бороться со своими страстями. Твой настоятель не хочет, чтобы ты крестил. Послушайся и не крести. Если человек помышляет о самоубийстве, нужна помощь духовная, покаяние и святое причастие, а не врач-баптист-психиатр. Был один знакомый у меня, у которого были мысли о самоубийстве. Но вот в этом случае отец Павел считал, что нужен, и хотел бы пойти к какому-то баптисту-психиатру. Он не благословил. Не знаю, как ты меня понимаешь. Чего не понимаешь, спрашиваю отца Владимира. А Божьей помощью помочь всем можно, но для этого нужно много трудиться духовно. То, что относится к Леночке, не обязательно относится к другим. Он писал что-то про Лену Крылова, которая нам помогала. «Я не могу понять, зачем молодежи ехать на юг отдыхать. Все об этом знают, сколько там соблазна. И все же едут, да еще и подруг берут. Зачем же?» Вот я говорил, что такая есть некая строгость у отца Павла по отношению к современным мирским всяким обычаям. И он иногда бывает очень строго. Конечно, он разрешает, кому-то разрешал он ездить. Но вот молодежи, скажем, одиноким девушкам ехать, скажем, на юг, считал, что неправильно. «Во время еды хорошо было бы что-либо читать. За столом всегда нужно сидеть тихо, особенно детям. Обращаюсь к детям». Он детям иногда писал. «Берегите вашу дорогую мамочку, любите ее и помогайте в домашних делах. Никогда не ленитесь, никогда не ждите, что кто-то сделает за вас. Старайтесь делать домашние дела сами, все вместе. И Варя тоже может помочь дома». Варе тогда было три года. «Вы все любящие дети своих родителей, Леночку. Старайтесь помочь дома. Вы все милые и хорошие детки. Дорогой матушке, и всем шлю Божие благословения. Леночку благодарю за ее заботу об Игрепине Николаевне. Желаю доброго отдыха у родителей. Храни всех Господь, любящий Господь, и рейд, и монах Павел». «Дорогой мой отче Аркадия, читая твое письмо, скажу откровенно, очень изумляюсь твоему настроению, если оно действительно такое, какое ты пишешь. Ты, мой дорогой, наверное, знал, что путь священника усыпан не розами, а колючками от них. Вот именно, быть пастырем добрым, нужно отказаться от многого. Сердечно благодарю за бумагу и конверты. Здоровье мое за все, слава Богу. «Пока еще пишу. Матушке Софии, шлю Божие благословения, она умница, понимает все, как нужно понимать. Бояться и говорить что-то, что я пишу к ней напрасно». Когда он писал о том, что будут такие времена, я думаю, может, не говорить тебе ничего. Он пишет, что можно и сказать. «Тебе еще вообще нужно много-много работать над собой. У тебя в твоем лексиконе есть…» Какие-то мои грехи тут перечисляются. «Все случивше с тобой в разумлении свыше». Ну, то есть, так он вот… Так уж я не буду для всех исповедоваться. Ну, вообще, мы, конечно, завидуем вам, Владыка, что вам настолько повезло с таким духовным человеком общаться. Ну, вы знаете, ведь ответственность большая очень за это. Вот вам-то легко будет сказать. Ну, мы же не видели святых. Честно спрашивают-то. И действительно, что спрашивают? А если ты видел, и как ты имел такое общение, и знаешь, что вот возможно такое, то, конечно, тебе за это потом придется отвечать. Ну, а как же быть в основном всем нам? Ведь есть же еще, скажем, проблема лженаставничества. Да, вот там как раз было одно письмо. Был такой Макарий, лжестарец в Оптиной пустыне. Отец тогда очень предупреждал, чтобы ему не верили, и как-то быть осторожным с ним. А, то есть, и даже такие были предостережения. Некоторые люди кидаются, а тот наставник, он больше как-то к себе. Ну, да, ну, вот я прочитал эти письма. Ну, ну, что, похоже это на стиль КГБ или что? Можно подумать, что писал КГБ? Откуда они знали все эти мелочи, во все это вникали? Ну, это же просто чушь собачья. Ну, конечно, тут и не КГБ, и не... Ну, тут видно, что именно пастырь церкви пишет. Такой любящий, заботящийся. И действительно прозрение есть. И вот детали, которых никто не знал даже, это же известно было только отцу Павла, потому что он как прозревал это духом, видел, чувствовал это все, как он был у нас дома, там, как отец Владимир пошел с кем-то беседовать в другую комнату, с кем беседовал в другой комнате. Что мы с отцом Александром сидели за столом, что мы не участвовали в этом. А отец Владимир, у него было много духовных чат уже. А у нас еще все впереди, он писал, отец Павел. То есть как-то, ну, как-то, я думаю, что смешно как-то верить во всякие вот эти теории странные. Я знаю, кто их придумал, и удивляюсь, что как-то люди так дерзают говорить. Ну, объясняется, конечно, их неверием, незнанием просто. У них никаких писем, поэтому они свое придумывают. Я вот так читал, что почему канонизация застоприлась, именно потому что там вот есть вот зафиксированный год смерти. Да, именно поэтому. Именно поэтому. Нужно ведь, тоже требует формальный подход. Есть формальный подход здесь, и формальный подход нужно, конечно, чтобы чудеса есть. Здесь действует об этих чудесах отца Павла. Есть случаи исцеления. Вот матушка Юлиани рассказывает о случае, который был у нее в реанимации. Она работала медициной в реанимации. И там лежал мальчик, ну, подросток, после операции гнойного аппендицита. Гнойный аппендицит, вырезали ему аппендицит. Ну вот, и вот лежал мальчик после этой операции. И она к нему подошла, поправила что-то у него там, нужно было поправить, посмотрела, проверила, все, все хорошо, все нормально. И пошла за стол писать историю болезни. И в это время у этого мальчика запикал какой-то прибор. Она подумала, что отошла клемма, и не подошла к нему. А в это время, через какое-то время, вошла в реанимацию заведующей реанимацией. И, услышав звук прибора, сигнал этот, бросилась к мальчику и закричала, и остановка сердца. У мальчика остановилось сердце. И поскольку медсестра, Маша звали тогда, матушку Юлианию, не подошла вовремя, то у мальчика, у этого подростка, была смерть головного мозга. Или кара головного мозга погибла у него. И они восстановили деятельность сердца, сделали массаж сердца, сердце стало работать, но он потерял все свои человеческие свойства. Он стал как такое, как животное. Он не говорил, он потерял сознание. Ну, зафиксировали смерть коры головного мозга. Вот это была фиксация. И его отправили на реабилитацию в другую больницу. И Маша, будущая матушка Юлиании, написала об этом отцу Павлу. Попросила его молитв, покаялась в этом грехе, что она была невнимательна. И через какое-то время попросила его молитв. Через какое-то время из больницы, куда переявляет его подростка, приезжает какой-то врач, который ездил на консультацию. И ей говорит, тебе привет от этого Феди, Володи. Так он пришел в себя. Все удивляются, что с ним случилось. И у нас есть отец Иван Емельянов, у него жена, в это время училась в мединституте. И она помнит, как их водили в эту больницу, показывали этого пациента и говорили, это какое-то чудо, такого не бывает. Что после смерти головного мозга восстановила себя в деятельность. Он пришел в себя. Это явно такое чудо. Ну тут, конечно, Господь. Причем очень такое, он не фиксировал на этом, не останавливал внимание на этом, отец Павел. И вообще то, что он писал письма иногда вот так вот раньше времени, он не делал это на показ, он это скрывал наоборот. Он никак не выставлял. И он, конечно, был очень таким смиренным. Вы знаете, вот мне рассказывали про одного греческого духовника, который очень известен в Греции. К нему приехал один благотворитель, который помогал там, что-то такое, какое-то видное лицо в России. И пришел к нему и стал жаловаться на то, что он никак не может найти себе духовного отца. И в ответ на это этот греческий духовник раскрыл свои объятия, сказал, ты его нашел. И заключил его в свои объятия. Ну, это совершенно стиль не отца Павла. Это какое-то такое другое что-то. Отец Павел бы никогда никому не навязывался и никогда никого не искал. Наоборот, все скрывался, от всех уходил. И если уж так получалось, что кто-то приходил к нему по каким-то причинам, я думаю, что мне он помогал, потому что у меня жена в это время была в тяжелом состоянии очень и умерла. Если бы мне помощь отца Павла, я бы не знаю, как я пережил бы это вообще. И, конечно, его молитвы помогли мне это пережить, моим детям и нам тоже. Поэтому, конечно, к отцу Владимиру он узнал отца Павла, потому что отец Владимир, он такой человек, который занимался историей новомучеников, очень много сделал для прославления новомучеников. Конечно, отец Павел помог ему и в дальнейшем сделать то, что он сделал сейчас, и это его была помощь. А отец Дмитрий, поскольку был знаком с нами, он тоже многое сделал, наверное. То есть это все как-то не случайно. Так отец Павел не собирался никого учить и не собирался кого-то наставлять, кому-то наставникам. От этого как-то уходил всегда. Это какое-то удивительное... Ну вот это то, что и в Боге, конечно, есть. Боже, он кроткий и смиренный, Господь же так про себя говорит. То есть это такое подлинное настоящее христианство. Есть ложное христианство, а есть настоящее. Вот это, конечно, настоящее христианство. Неформальное, избегающее всяких внешних каких-то показных вещей. Глубокое, искреннее в жизни человека христианин. Он живет этим. Ну не знаю, как еще сказать. Да вы прекрасно сказали. Есть такая непосредственность, открытость, искренность. Не на показ. И простота такая очень есть. Павел был человек простой. Он же не был таким каким-то особенно образованным или еще что-то. Он был человек очень простой. Ну, конечно, очень глубокий, мудрый. Ну, фотография об этом говорит, мне кажется. Есть очень хорошие фотографии. Вот при аресте, последнем уже аресте его. Очень жалко, что он не прославлен в лике святых, потому что так бы могли бы обращаться к нему. Можно и сейчас обращаться. Ну, я всегда его поминаю, всегда полюсь ему. Первый, который поминаю, когда совершаю раскомедию или после присутствия этих даров, то, конечно, я вспоминаю о Павла, конечно, сначала. Спасибо, что вы дали возможность мне вспомнить о нем так. Это очень важно. Мне самого о нем не забывать. Мы вам очень благодарны. И, конечно, ну, для нас на самом деле просто огромное утешение и письма услышать от отца Павла, и вообще ваш рассказ, непосредственное такое свидетельство человека, который с ним лично общался. Ну, все-таки вот скажите, вот как быть нам, потому что, когда слушаешь такие беседы, то немножко осознаешь, что сам ты многого лишен, мимо тебя проходят святые, а ты оказываешься как будто брошенный, кинутый. Нет, ну, можно же сейчас читать о святых, и можно общаться с Богом непосредственно. Вы же служите Евхаристию, вы читаете анафору. Вот, ну, выше, чем общение с Богом при чтении анафора, мне кажется, нет ничего. Это больше даже, чем читать письма отца Павла. Ну, просто простите, я думаю, что отец Павел меня не обидится. Это самое главное, непосредственное общение с Богом. Чаще служить в литургию, чаще так вот искренне читайте эти слова от сердца, и все, и это самое главное, конечно, и Господь будет с вами тогда. Спасибо Боже, Владыка. Спасибо большое, отец Валерий. Благодарю вас. Благодарю вас с вами познакомиться, с вами пообщаться. Я очень рад, что с вами так поближе пообщался. Вы очень хороший человек, наверное, и как-то помоги вам Господь как-то возрастать в смирении, в любви, в вере вашей. Дай Бог вам всего доброго. Помолитесь, Вадыка. Спасибо большое. Очень хороший портал, я сам пользуюсь часто, в вашем exgeton.ru. Когда читаю, когда места какие-то встречаюсь в писании, смотрю переводы, там очень полезно бывает. Спасибо.